Продолжение следует... Владыка, хотелось бы задать несколько вопросов о современном монашестве. И вот первый вопрос. Ведь монашество возникало как духовный авангард церкви, в котором, прежде всего, первичным была роль конкретного аскета, личности. Сегодня мы видим, что монашество — это определенный церковный институт. Изменились ли задачи, которые стоят сегодня перед монашеством, в связи с тем, что прежде всего мы говорим о монашестве как об институте. Зачем церкви этот институт сегодня? Во-первых, монашество остается авангардом нашей церкви. Это связано с той особой ролью, которую монашество играет в православной церкви, по крайней мере, с иконоборческой эпохи. Вот сегодня мы говорили о том, что монашество зарождалось как уход из мира. И первые несколько поколений монахов — это были люди, практически никак не связанные с миром, кроме того, что они молились за мир. И даже священство считалось несовместимым с монашеством. Почему святой Савва, когда был рукоположен, получил имя освященного? Это было настолько экстраординарным событием, что его даже вот так назвали — освященным, то есть священником, получившим хератонию. Но со временем монашество стало занимать все более прочные позиции в церкви. Оно вышло из пустыни, точнее, оно осталось и в пустыне, но монахи стали также селиться в городах, монастыри стали превращаться в крупные просветительские центры, даже и политические центры. И в иконоборческую эпоху можно говорить о том, что монахи вообще спасли церковь от ереси. Неизвестно, какой бы была наша церковь сейчас, если бы в свое время монахи не восстали на защиту святых икон. Может быть, мы с вами молились бы в таких храмах, как вот сейчас молятся лютерания и реформаты, где нет ни икон, ни даже распятий уже. Вот. И сейчас, конечно, монашество продолжает играть очень важную роль, потому что, во-первых, у нас огромное количество монастырей появилось именно в последние 25 лет. Вот я часто на Западе общаюсь с нашими коллегами из католической церкви, из протестантских общин, и они все жалуются на то, что молодежь в церковь не идет, что монастыри закрываются. Я часто вижу такие монастыри, которые строились с расчетом на 500 или 600 человек, где сейчас живет 5 или 6 человек или где никто не живет. И говорят, ну, сейчас постхристианская эпоха, сейчас вот призвания монашеские оскудели, а у нас именно в эту так называемую постхристианскую эпоху открылось 800 новых монастырей. То есть это тысячи людей приняли монашеский постриг. Это феномен, который объяснить невозможно, кроме как чудом Божиим, но и, конечно, каким-то ответом со стороны людей на Божие призвание. И, кроме того, монахи у нас трудятся и на разных послушаниях вне монастыря. У нас есть монахи, которые служат на приходах, у нас есть монахи, которые преподают в духовных учебных заведениях, и, наконец, все наши архиереи-монахи. Причем в последнее время мы избираем архиереев в основном из монастырского монашества. И на каждом заседании синода мы избираем новых архиереев. В основном это люди, которые получили очень хорошую монашескую школу. Владыка, а если говорить о перспективах развития монашества в Русской Православной Церкви, какие бы основные кардинальные направления Вы бы обозначили? По каким направлениям должно развиваться современное монашество в России? Я думаю, что прежде всего мы должны помнить о том, что внутреннее содержание монашества невозможно подменить никакими внешними предписаниями или внешними деланиями. Если мы не будем делать акцент на внутренней жизни, если мы не будем создавать условия для того, чтобы сердца монахов и монахинь горели любовью к Богу, то вот этот огонь, это пламя, которое сейчас горит ярко, оно будет постепенно затухать. И мы придем к той же ситуации, к которой пришли сейчас церкви на Западе. Мы должны прежде всего заботиться о том, чтобы содержание монашеской жизни оставалось приоритетным, чтобы монастырская жизнь не выхолощивала вот эту внутреннюю жизнь, внутренний подвиг, который является сердцевиной монашеской жизни. С этим не все у нас благополучно, что иной раз на первое место ставится послушание, причем послушание эти обычно такие физические, часто механические, они отнимают все время и все силы монаха или монахини, и когда, наконец, добирается человек в свою келью, ему же ничего не хочется, кроме как завалиться на бок, потому что уже скоро рано вставать на братские молебены, на полуночницу. Так вот, должно быть какое-то сочетание, конечно, трудов физических с участием в богослужении, причем с активным участием. Вот справедливо говорилось о том, что причащение должно быть основой духовной жизни монахов, потому что практически каждый день монахи присутствуют за божественной литургией, и что, собственно, препятствует им причащаться. Мирианам трудно причащаться каждый день, но монахам как раз это вполне нормально и естественно. Для человека, который всю свою жизнь отдает Богу, который призван к аскетическому образу жизни, каждый день начинать с евхаристии, причем с активного в ней участия, то есть причащения. И вот я думаю, что этот акцент на внутренней жизни, он поможет нам сохранять весь тот огромный потенциал, который мы за последние 25 лет накопили, и который мы не имеем права растерять. Владыка, если мы сравним образ жизни монастыря и прихода в России и в других поместных православных церквах, мы заметим существенную разницу. У нас жизнь прихода, как правило, стремится к монастырскому укладу, и наоборот. В то же самое время в той же Илладской православной церкви есть существенная разница и между богослужебным уставом, и между отношением к строгости и временем соблюдения поста. На ваш взгляд, имеет ли смысл сегодня говорить о важности появления в русской православной церкви своего рода в расширенном понимании приходского устава? Я думаю, что это, конечно, очень важно. Фактически он уже существует. То есть даже, например, та версия богослужения, которая употребляется в приходах, она заметно отличается в сторону сокращения от той версии, которая употребляется в монастырях. Как-то узаконить эту практику, наверное, будет сложно, потому что все-таки монашеский типикон, он продолжает оставаться тем ориентиром, которым пользуется в том числе и в приходах. Но пользуется именно в качестве невыполнимого ориентира. Ведь даже в дореволюционное время наши литургисты понимали, что ни в одном нашем приходе и даже в монастыре не совершается богослужение в соответствии с уставом. И когда где-то, кажется, в Киевской академии решили уставную всеночную провести, так они к этому год готовились, а потом они целую ночь ее служили. И потом это стало предметом репортажа и обсуждения в прессе. Настолько это было экстраординарное событие, что была отслужена всеночная в соответствии с типиконом. Поэтому, конечно, есть определенные, весьма существенные расхождения между типиконом, который иной раз до сих пор лежит на аналоях, в алтарях наших приходских храмов, и реальной приходской практикой. Но это касается, конечно, не только самого литургического устава. Это касается и тех правил, которые налагаются на прихожан и которые имеют монашеское происхождение и изначально распространялись только на монахов. И лишь впоследствии распространились на мирян тоже. Более того, есть такие правила, от которых почему-то монахи и священники себя считают свободными, а на мирян они их возлагают. Например, традиция поститься перед причастием. Ведь священники, которые совершают литургию в воскресенье, они же не постятся по субботам. А почему миряне, которые хотят причащаться в воскресенье, должны поститься в субботу, когда есть установленные церковью постные дни? Среда, пятница, четыре великих поста, особые дни постов, как, например, воздвижение, усекновение главы Иоанна, предтеча. Зачем возлагать на людей бремена удобоносимые, когда мы сами, священники, не хотим и перстом двигнуть, чтобы их выполнять? Если мы такие ревнители, давайте на себя возложим дополнительный пост перед каждым причастием. Начнем с монахов, с архиереев, с батюшек, а потом посмотрим, если мы это выдержим, давайте тогда еще мирянам добавим постных дней. Владыка, вы затронули очень важную, интересную тему, и здесь невольно возникает мысль, а может быть такая проблема из-за того, что святое причастие воспринимается как нечто не вполне нормальное в жизни христианина, что требует особого процесса вхождения и выхождения из него? Святое причастие не может стать рутиной для человека. Но в то же время мы понимаем порочность практики, которая существовала у нас до революции. Когда из-за вот таких строгих правил, кем-то придуманных, подготовки к причастию, когда говорили, что причащаться нельзя иначе, как пропастившись очень строго на сухоедении целую неделю. Вот из-за этих правил люди сначала стали причащаться только в посты, чтобы как бы совместить приятное с полезным. То есть вы так или иначе поститесь, но заодно вы тогда и причаститесь. Ну а потом стали причащаться раз в год, а потом стали справки приносить о том, что раз в год человек причастился. Но как вот писал отец Александр Ельченинов, известный такой пастырь русского зарубежья, урок, получаемый раз в год, ничего не дает. А причастие — это действительно урок, и богослужение — это школа. И церковь так установила, что воскресный и праздничный день является днем участия всей церковной общины, включая мирян, в Евхаристии. Участие не пассивного в качестве гостей или захожан, а участие активного в качестве причастников. Владыка, может быть, имеет смысл задуматься о необходимости появления каких-то временных обетов, которые были, мы знаем, в Ветхозаветной Церкви, как обеты Назарейства? Насколько это возможно, целесообразно, если мы говорим о том, что причастие должно стать постоянным и естественным результатом пребывания человека в Церкви? Но я как-то не усматриваю прямой связи между причастием и обетами. Я думаю, что обеты у нас в монашеской традиции даются раз и навсегда. И временные обеты — это явление, незнакомое восточно-христианской традиции. На Западе в некоторых орденах такое существует. Я думаю, что у нас вполне эта озабоченность покрывается той практикой, которая существует повсеместно, что монахом человек никогда не становится сразу. Он проходит определенный искус, когда он является послушником или трудником. И, собственно, вот это как раз то время, когда он примеряет на себя монашеские обеты, но еще их пока не дает. А в отношении Евхаристии действительно бывает, что человек как бы привыкает к причастию, он теряет благоговение. Но, во-первых, такая угроза прежде всего существует для священнослужителей, которые служат литургией не по велению сердца, не тогда, когда они, допустим, этого пожелают, а тогда, когда литургия стоит в расписании их прихода. И если ты, допустим, священник на приходе, и ты единственный священник, у тебя в расписании стоит литургия в 9 часов утра в воскресенье, и в храм придут 200 человек, а у тебя, допустим, нет настроения, или, как сейчас говорят, заимствовали такие словечки из английского языка, пастырское выгорание у тебя наступило. А кого это будет интересовать? У тебя выгорание или у тебя не выгорание? Если у тебя на 9 утра служба назначена, значит, ты должен идти и служить. И это твоя забота как пастыря сделать так, чтобы не было этого выгорания, чтобы каждое причастие становилось праздником, чтобы каждое евхаристие становилось новой встречей с Богом. Но абсолютно такая же проблема существует и у мирян. И есть опасность привыкания, но я не думаю, что от этой опасности можно избавиться путем редкого причащения, потому что тогда просто человек впадает в другую крайность. Для него причастие становится каким-то экстраординарным событием, которое он часто откладывает беспричинно, боится этого. И мы не должны создавать искусственных барьеров между человеком и Богом. Когда люди приходят в храм, они слышат слова Христа, произносимые устами священника и обращенные ко всем находящимся в храме. «Приимите, едите, сие есть тело мое, пейте от нее вси, сия есть кровь моя, со страхом Божиим и верою приступите». Многократные призывы ко всем присутствующим приступить к чаше. И как можно эти призывы совмещать с возбранением, приступать ко святому причастию? Когда тот же священник говорит со страхом Божиим и верою «приступите», а потом говорит, что приступать нельзя, потому что день вчера был непоздный или по каким-то другим причинам. Мы не должны быть лицемерами, мы должны воплощать в жизнь то, что написано в наших литургических текстах. Иначе наша молитва станет медью звенящей, кем валом звучащим. Владыка, насколько можно надеяться на возрождение общинной жизни в приходах, там, где Евхаристия становится действительно средоточием жизни любого, кто приходит в храм? Я думаю, что такое возрождение уже происходит. И уже есть немало приходов, где пастыри приучают своих прихожан к частому, к регулярному причащению, как это делал еще на рубеже XIX и XX веков святой Иоанн Кронштадтский. И такие общины создаются, очень прочные приходские общины, где духовенство и прихожане живут как одна семья. И это влияет на всю жизнь людей, это влияет на их семейные отношения, рождаемость повышается в этих семьях. То есть я думаю, что пользу причастия ее переоценить невозможно. И именно благодаря вот этой евхаристической настроенности, благодаря тому, что люди соединяются с Богом, когда они приходят в храм за евхаристией, у них и семьи прочные, и браки не распадаются, и детей много, и много еще всего хорошего происходит в их жизни. В общем, кроме пользы от частого причащения, я ничего не вижу. Спасибо, Владыка, за ваши очень исчерпывающие, глубокие ответы. И хочется пожелать вам помощи Божией. Спасибо, Отец Павел.